Я думаю, нет, не нужно. Если бы наша влада захотела, то они бы уже это сделали. Я против этого, против. Против со стороны украинских военных, со стороны военно-восточных. Ну вот, не знаю, я против всего этого. Плохой мир лучше хорошей войны. Думаю, что мир, может быть, не получится. Я раньше верила в какие-то переговоры, сейчас я ни в какие переговоры не верю. И я думаю, что путинские вот эти всякие манипуляционные действия, это какая-то хитрость. Перемирие, то перемирие заради обмена террористов, заради того, чтобы передисликувать наши войска, то я зазвичайно. Достаточно много было конфликтов с Россией, насколько я знаю. И то, что многие говорят, там, братские народы, это ничего не меняет, пока у них не изменится правительство. В том случае, если меняется правительство, тогда перемирие с Россией будет очень выгодно. Если бы перемирие шло в ранге Думы Российской и Украинского парламента, когда принимаются коллегиальные вопросы, а не один человек принимает, тогда можно бы надеяться, было бы на что-то. А когда принимает один человек, это монарх, царь, или как сказать. В это я не верю, извините, и мне жалко наших бойцов. У меня одно предложение, друзья, научитесь побеждать за столом переговоров. Не гоните этих несчастных сирот и детей, вдов. Да, не забирайте последние у них. Побеждайте за столом переговоров.